Здравствуйте, меня зовут Лиля и сегодня мы с вами будем говорить на тему, как сделать так, чтобы клиент стал постоянным. В первую очередь, кто такой хороший массажист? Хорошему массажисту недостаточно владеть хорошими профессиональными навыками по массажу. Он должен уметь хорошо работать руками. Что касается клиентов, в первую очередь, они хотят также попасть к квалифицированному специалисту, но этого недостаточно, чтобы стать постоянным клиентом. Очень часто клиенты жалуются на то, что их просьбы, их желания не всегда учитываются. То есть нам, массажистам, нужно уметь слушать и слышать то, что говорят клиенты. Но суть видео какова? Что как сделать так? Нет, мы разговаривали. Как сделать так, как сделать так, чтобы человек отец ходил не курс, да, 10 массажей, а стал постоянным. А стал постоянным. Вот именно этот секрет нужно рассказать. Прелюдия можешь оставить для чайников, мы их уберем. А именно для тех, кто в теме, массажисты, кто понимает, они поймут. Ну, нужно уметь говорить, нужно уметь слушать. То есть если человек приходит и говорит, вот у меня беспокоит та или иная зона. Все, мы обращаем на это внимание. Плюс сами диагностируем, правильно, его проблемы? Ну, естественно, это уже мы все время процедуры проводим. И налаживаем человеческий контакт, правильно? Обязательно. Без этого никак. Улыбочка. Ну, это, да, это... Ну, поделись секретами, поделись. То есть должно быть, да. Мы обязательно должны держать с клиентом зрительный контакт. Когда он приходит на массаж, изначально, когда он приходит, мы должны с ним поговорить, что что беспокоит. Когда он рассказывает, нам нельзя, да, готовить кушетку. Вот, обязательно должны выслужить в целом. А потом мы сможем, как бы, эту информацию использовать для того, чтобы, да, донести, что мы осведомлены тем, что мы помним, что беспокоит, какая зона, и работаем на результат. В общем, ты сейчас подробно рассказываешь свою модель, как ты. Там должен работать, я думаю, каждый массажист. А если у другого человека другая модель? Если он, три человеки, может стол обеззоровать? Ну, это, это, а, обеззораживать? Ну, в принципе, если это уже к вам приходит, да, клиент, и он длительное время с вами работает, и его устраивает, то можно. Но, в принципе, должно быть все отработано профессионально. А если это новый клиент, и мы, наоборот, показываем ему, при этом, выслушая его о его проблемах, и показываем ему, что после каждого массажа стол обеззараживается, все перед ним новенькая стелится, и у человека такой, а когда он заходит уже в готовую комнату, кто его знает? Лежала ты на этой простынке? Ну, а у нас визуально видно свежая простынка. А уже не так пахнет обеззараживателем, как сразу, только когда ты попшипела, согласна? Ну, как по мне, мы тогда теряем время. Клиент приходит, и мы уже должны, да, мы работаем по времени. Час пришел, пока он одевается, раздевается, то есть все должно быть отработано, и как часики. Я считаю, что ты должен ожидать клиента, а он не готовится, когда он уже пришел. А если клиент один за одним? Конвейерная работа, это тоже хорошо, это результат массажиста, но, тем не менее, нужно работать так, чтобы успевать все, и для клиента, и для своей работы. Так вот, на чем остановились с вами. Поехали дальше. На чем остановились? Вот человек к тебе пришел, ты наладила. Мы очень, да, выслушали, что он хочет, какие пожелания, вот. При этом мы должны составить в своей голове картину, да, как и какую зону мы будем более длительно прорабатывать, потому как, если он говорит, у него там, да, вартиковая зона беспокоит после тяжелой тренировки, вот, либо человек пришел после тяжелого трудового дня и хочет расслабиться, мы, вот, это тот момент, о котором я говорю, что нужно подготавливаться. Если человек пришел на релакс, мы должны понимать, что, да, мы создаем, да, атмосферу релакса в комнате. Если он пришел после тренировки, значит, нам нужно взять ту или иную мазь для согревания, потому как беспокоит данная мышца, чувствуется боль. В общем, в первую очередь мы его должны удовлетворить как массажист, как специалист, помочь ему с его проблемой. В любом случае, да, мы принимаем все сведения, что он нам проговаривает, вот, человек, клиент ждет от нас понимания в первую очередь, вот, ему приятно, что мы его слышим, слушаем и пытаемся во всех моментах ему помочь. Вот, есть такие моменты, как предварительные звонки перед массажем. Я считаю, что это нормально, это должно присутствовать, в том числе, чем оно нам помогает. А если смс? Что? Ну, может это быть смс, может это быть звонок, то есть, если вы знаете, что человек в данное время свободен, можно набрать. Если не уверены, лучше отправить смс. Такой тоже вариант подходит. В чем плюсы этой работы? В первую очередь мы сокращаем количество пропусков, да, отмен. И второй вариант, как я говорила, мы понимаем, чего хочет, да, человек на сегодняшний день. Либо расслабиться, либо, да, спортивную там процедуру получить. Вот. То есть мы должны постоянно общаться с клиентом, слышать, понимать его, строить доверительные отношения, потому как это очень важно, и к этому нужно всегда стремиться, чтобы это присутствовало. Вот. Как бы любой человек, даже самый скромный, если он будет чувствовать в вас, что вы можете ему помочь, хотите помочь, и делать все возможное для этого, он будет вам приходить, чувствовать себя комфортно, и... Если он чувствует что-то искренне, а не просто, но игранно. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, разведи, как я его отрада видеть, дайте чайник. Да, то есть все идет от души, и, естественно, то, я думаю, у вас будет продуктивная работа с ним на длительное время, потому как построение доверительных отношений с клиентом и массажистом, мне кажется, на порядок важнее, чем владение определенными техниками во время массажа. Поэтому... Просто некоторые массажисты иногда, тенни иногда, очень часто не имеют, скажем так, жизненного ресурса, чтобы пообщаться с человеком. Он тупо сделал свою работу, выполнил ее качественно, да? Но почему-то... Да, то есть коммерная работа, и принимать каждого клиента, вот, рутиной, как бы можно сказать, это не есть профессионально. То есть каждому человеку должен быть определенный индивидуальный подход. В целом, оно вам составит неплохую работу, и вы сумеете... Я думаю, клиенты будут чувствовать вот этот подход индивидуальный, будут благодарны вам, и не единожды приходить и приводить своих товарищей, друзей. В общем, дружить по-человечески, еще раз дружить. Да, слушать, понимать, строить доверительные отношения. И давать максимум, что ты можешь в массаже. Да, и все у вас получится. Всем хорошего настроения. Спасибо. Любите свою работу и развивайтесь. Пока-пока. Пока.